Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести до людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня четверг, и сегодня я продолжаю учить по теме, которую я назвал «Как найти, исследовать и исполнить Божью волю». Я потратил уже две недели, уча на эту тему. Мы говорим о том, как найти Божью волю. Это крайне важно. Если вы что-то пропустили, а может быть даже если и слышали на телевидении, закажите мои материалы. Потому что есть что-то особенное, когда вы садитесь, читаете и сами изучаете эти материалы, а не разбиваете их на маленькие сегменты, потому что тогда будет более глубокий эффект. Изучайте этот материал. Вы не можете исполнить Божью волю случайно. Вам нужно намеренно стремиться исполнять ее, отбивать атаки дьявола, и эта воля не исполнится случайным образом. За ней нужно следовать, ее нужно преследовать. Это крайне важно. Но на этой неделе я говорил о том, что мало знал только Божью волю. Нужно и достигать ее богоугодным образом, как это угодно Богу, а не не по-вашему. В притчах 3 и 5 говорится «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит сези твои». Писание четко показывает, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Божий путь. Божий путь – это не наши пути. Требуется время, требуется усилие, чтобы обновлять свой разум и дойти до такого состояния, когда ты следуешь за Богом и исполняешь Его волю. Если вы только знаете волю Божью, но собираетесь ее утверждать своими собственными способностями и силами, вы потерпите неудачу. Это я могу вам обещать. Я в этом абсолютно уверен. Одна из причин, по моему мнению, почему Бог благословил мою жизнь, ну, конечно же, есть множество вещей, я, может быть, немножко как-то даже преувеличу, но одна из причин, почему Бог благословил меня. В 1 Коринфянам 1, 26 говорится «Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильные». И дальше говорится о том, что никакая плоть не может хвалиться пред Богом. Бог выбирает людей, которые кажутся неподходящими для этой роли. Знаете почему? Не потому, что Бог ненавидит людей, которые имеют способности и таланты, но потому, что люди, которые понимают свою неадекватность и то, что они не подходят к какому-то делу, они уповают на Бога. Если Бог призывает вас к чему-то, что превыше вас, причина будет в том, чтобы вы не уповали на себя, но чтобы вы уповали на Него. Я был интровертом, я не мог даже смотреть человеку в глаза и говорить с ним. А теперь я могу обращаться к миллионам людей на телевидении. Я могу стоять перед тысячами людей и служить. И я преодолел свою интровертность. Я изменился. Если бы вы убрали из меня Бога и убрали то, что Бог сделал в моей жизни, у меня все еще остаются те же тенденции, которые когда-либо были еще до встречи с Господом. Но все это сделало меня уповающим на Бога. Это одна из причин, почему я вижу такие благословения Божьи, потому что естественных талантов и способностей у меня особенных нет. Недавно я разговаривал с Джеймсом Добсоном, и он говорит мне о том, как он управлял своей организацией, фокус на семье. У него 1400 работников, у него все эти менеджерские навыки. Слава Богу за все это. Он спросил меня, как я веду служение. Я сказал, я не менеджер, я не администратор, я не очень хорошо это делаю. Поэтому я уповаю на Бога, и Бог послал мне людей специально, которые это делают. Я не сижу и не управляю в ручном режиме всеми, потому что в служении очень много всего происходит, и я не могу всем заниматься. Как Павел сказал в 2 Коринфянам 12, 10, «Когда я немощен, я силен». Некоторые не понимают этого, а я понимаю, когда ты признаешь свою неспособность, благодаря этому ты уповаешь на Бога и говоришь, «Бог, я рассчитываю на тебя». Когда я впервые начал служить, я был интровертом. Я заучивал проповеди наизусть, стоял пред зеркалом, тренировался, практиковался, пытаясь победить свои страхи, неуверенность. Два года я пытался проповедовать таким образом, и каждый раз терпел неудачу, полную неудачу, когда выходил служить. Кто-то из вас считает, что я все еще терплю эту неудачу, но я намного улучшился. Так было все плохо, что после служения пару раз я даже говорил, «Бог, я больше никогда не буду пробовать проповедовать Слово перед людьми, больше не буду позорить тебя и себя». И все это было таким драматическим переживанием для меня, настоящей травмой. Но Бог-то призвал меня для этого дела. Иеремии 29, говорится, что огонь был в моих костях, и я не мог молчать, я должен был говорить. И даже я говорил, что никогда не буду больше пробовать, все равно пробовал. И два года я проходил через этот цикл. Я служил, потом и чувствовал себя неудачником, просил, чтобы Бог меня простил, обещал, что больше вообще не буду это пробовать, потом опять пробовал, и все повторялось снова и снова и снова. Много чего происходило тогда, но в том числе было одно событие, которое я запомнил. Я приехал к моему другу Джону Нею, моему наставнику, и он начал проводить собрание, где было 200-300 человек. Я приходил, и я даже не думал о том, чтобы служить или проповедовать. Я приходил просто послушать его проповеди. И Джо вызывал меня и говорил, «Эндрю, поделись, что у тебя есть на сердце?» И моя первая мысль была, «Ой, Боже, я же ничего не готовил». Но когда я подымался проповедовать своими собственными силами, я заучивал проповеди, я стоял перед зеркалом, практиковался, я полировал эту проповедь и каждый раз терпел неудачу. Но когда он меня звал неожиданно, спонтанно, мои первые мысли были, «Господи, я не готов. Так что я уповаю на тебя, прошу тебя, помоги мне». Я говорил это себе, в своем сердце. И потом я подымался, и 10-15 часов в день я тратил на Слово, на изучение Библии. Не то, чтобы Бог мне ничего не говорил или не показывал, но множество чего было внутри меня. Огонь горел. Я говорил, «Господь, я уповаю на тебя». И Слово просто проистекало из меня. И когда я практиковался, когда я готовился, когда я выписывал все это, то никогда проповедь не шла гладко. Она была просто плохой. Но когда меня звали спонтанно, Слово само проистекало из меня, и жизни людей менялись. Люди стали реагировать, отвечать, просили помолиться. Так что Джо приходилось отбирать у меня микрофон. Он говорил, «Это мое собрание, я тебя попросил только рассказать свидетельство». И он меня отправлял на свой ряд садиться. Я спросил, «Господь, почему так происходит?» Если я готовлюсь, если я изучаю, получается все плохо каждый раз. Но когда меня кто-то зовет, меня неожиданно, и я вообще ничего не готовил, то вдруг все помазано и благословенно. «Господи, кажется, что молитва и изучение Библии и подготовка к проповеди портят мне служение». И Господь в конечном итоге показал мне кое-что. Когда у меня было время подготовки, я уповал на себя. Я пытался служить своей мудростью, своими способностями, но когда все происходило неожиданно, и мой ответ был, «Господь, я уповаю на тебя», приходило помазание и простекало через меня. Вот что я пытаюсь выразить вам сейчас. Моисей знал Божью волю, но вместо того, чтобы уповать на Бога, он уповал на себя. И он собирался все исполнить своей силой, своей властью, своим гением, своими естественными способностями. И из-за этого Моисей 40 лет провел в пустыне. Много раз люди говорят, «Но Бог отправил его в пустыню, чтобы сделать из него настоящего служителя». Ну, несомненно, что Господь как-то с ним работал в тот момент, и он как-то возрастал в пустыне за эти 40 лет. Но я не верю, что такова была Божья воля, отправить его в пустыню на 40 лет. Я думаю, что это был результат самовольства Моисея, когда он попытался исполнить волю Божью самостоятельно. Если бы он охладел чуть-чуть, затормозил бы себя и не стал бы лезть на рожон. Такое тоже вполне возможно. Конечно, об этом можно только рассуждать, потому что в Библии этой истории нет. Но так вот, эти 10 лет он вполне мог провести во дворце, вот эти между 390 годом и 400 годом, Бытие 15 глава, помните, пророчество. Он мог бы провести эти 10 лет во дворце, а не в пустыне. И нигде не говорится, что Бог ему сказал, ты должен пройти через эти трудности. Я думаю, многие наши трудности и наш опыт пустыни, мы сами вызвали в своей жизни, мы сами в нем виноваты. Я мог бы привести вам примеры жизни других людей. Я бы мог назвать имена, и многие из них вы знаете. Но я думаю, что их трудности были ими самими же и вызваны, потому что они уповали не на Бога. И многие из моих сложностей, которые я испытал, в них я сам был виноват, тоже могу сказать, потому что я не поступал так, как Господь велел. Многие из вас слышали про наши дни бедности, когда мы с Джейми две недели вообще ничего не имели, чтобы кушать. Так вот, это был результат моего собственного неправильного столкования Писания. Я прочитал Писание, где говорится, что призванный служить должен жить от Евангелия, 1 Коринфянам 9 глава. Я не понимал, что все в пропорциональном соответствии должно быть. Я тогда просто проводил библейские занятия с четырьмя или пятью человеками, и я не мог с этого служения кормиться, и я не мог восполнять финансовые нужды от этих четырех-пяти людей в служении, пока служение не вырастет до таких возможностей, что мне можно тогда было бы бросить работу и заниматься только служением. Потом в то время мне нужно было, на самом деле, работать на обычной работе, я этого не понимал. Поэтому мы с Джейми 10 лет мучились в бедности. Все это было накликано мной самим. Использовал ли это время Бог? Да. Снова и снова мы видели, как Господь давал чудо за чудом. Я учился уповать на Него, верить Богу. И Бог использовал это время, но я не верю, что такова была Божья воля на тот момент. Я думаю, что Бог использовал эти 40 лет Моисея в пустыне, конечно же, но это не была Его воля изначально. Все это был результат поступка самого Моисея. Я говорю вам, братья, все это в любви. Некоторые из вас страдают, и вы спрашиваете, почему все это со мной происходит? И люди предполагают, ну, каким-то образом Бог за этим всем стоит, и Он удерживает от вас там что-то. Может быть, и нет. Может быть, это вы сами виноваты. Эти проблемы от вас самих приходят к вам. Может быть, вы вышли из воли Божьей. Вот что я пытаюсь сказать. Важно не только знать Божью волю, но и следовать Его инструкциям, наставлениям, чтобы эта воля сбылась. Мало только знать Божью волю. Следуете ли вы Его указаниям? Моисей пошел и убил человека, потому что думал, что так исполнит Божью волю свои силы, все это совершит. Может быть, он думал, что сделает военный переворот, раз он был генералом в армии. Может быть, он рассчитывал военных обратить против фараона и потом освободить евреев. Кто знает, что он там думал еще. Но он был неправ. В этом не было Божьего пути. И так как он сделал все по-своему, все это обошлось ему в 40 лет в пустыне и 30 лет лишнего рабства для евреев. Не только он не знал Божьего пути и исполнения призвания, не знал и плана. Ему также нужно было учесть и срок. В Галатам 3 главе 17 стихе говорится, «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Если вы изучите этот стих в контексте, он говорит об обетовании, которое Бог дал Аврааму в Бытие 15 главе. В Бытие 15 главе он пророчествует, что пройдет 400 лет с того момента, до того времени, когда евреи выйдут из земли египетской. На самом деле прошло 430 лет. Вы можете это видеть в исходе 12 главе, 40 стихе. То есть 30 дополнительных лет рабства случились, потому что Моисей за 10 лет до назначенного срока попытался исполнить пророчество, сказанное в Бытие 15 главе. Он навязал свою собственную волю здесь, поступил своевольно, он не стал ждать Бога. Посмотрите на страдающих людей, надо действовать сейчас. Он не мог учесть того, сколько людей умрет за дополнительные 30 лет рабства из-за его своеволия. Да уж, это жесткие утверждения, которые я сейчас делаю. Один человек пришел ко мне однажды, и он очень полюбил мое учение «Дух души и тела». Это было лет 30 назад. Этот человек пришел ко мне, и он занимался бизнесом до этого. И у него был такой бизнес-план, у него было откровение «Дух души и тела», он сам его также учил. У него было свое еще учение. Он сделал такой, я не знаю, сколько он стоил, такой набор, такой первого сорта, высшего сорта, там набор кассеты. Тогда кассеты еще использовали. И стоил он 40 или 50 долларов, целый набор вот такой, кассет, учений на кассетах. Он занимался бизнесом раньше, и он посмотрел на все это как на бизнес-сделку. Он взял заем на 75 тысяч долларов, чтобы напечатать эти кассеты. Он собирался заняться служением и хотел делиться этим словом. Вроде как это все было логично, но он не спросил Господа. Это была его идея, его бизнес-инстинкт. И он попытался ему следовать, и, конечно, ничего у него не вышло. И в эти деньги, которые были заплачены, 75 или 80 тысяч долларов долга, повисли на нем после этого. И помешали ему в развитии служения. Хорошая идея, но не от Бога. Не все, что хорошо от Бога. И я знаю, что Бог говорит через меня многим сейчас. Вы знаете Божью волю для своей жизни, но вы решили, что вы сами можете справиться с этой точки, взять все в свои руки. А надо уповать на Бога. Я думаю, это одна из причин, почему Бог благословил меня и мое служение, потому что у меня нет прошлого в бизнесе. Я ничего особенного такого не добивался. Господь призвал меня с юных лет, и у меня нет никаких естественных талантов или даров, которые дали бы мне способность идти и делать то, что я делаю сейчас. Бог говорит мне истины. Он сделал меня уповающим на Него. Я уповаю на Него. И в этом моя сила и одна из причин, почему я благословлен. Я видел других людей и вижу, что они не имеют благословения, как раз потому, что они не уповают на Бога, а уповают на себя. Они очень самоуверены. Я думаю, что это не ценность, это слабость. Именно так и произошло с Моисеем. Моисей попытался исполнить Божью волю своими собственными силами, поэтому застрял в пустыне на 40 лет и на 30 лет продлил рабство евреям. Это важные вещи. В них есть уроки для каждого из нас. Мое время подходит к концу, но я все-таки начну говорить вот о чем, что я, наверное, не смогу сегодня закончить и продолжу завтра. Позвольте мне сказать, после всего произошедшего в Исходе 2 главе, когда говорится об Моисея, который убил египтянина и спрятался, убежал в пустыне, в Исходе 3 главе, Бог является Моисею, призывает его и говорит, что пришло время ему вернуться и освободить евреев из рабства. В Исходе 3 главе говорится о том, как Моисей провел 40 лет в пустыне, он женился на Сепфоре, Иофор стал его тестем, он также был жрецом, и Моисей пас его овец в пустыне. В Исходе 3 главе, 2 стихе, говорится, «Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Я скажу пару интересных моментов. Например, у нас здесь климат очень сухой, здесь очень сухой воздух, насыщенный кислородом. А Синайский полуостров, вот эта земля, там тоже очень сухой воздух, подобный нашему климату здесь. У нас здесь в засушливое время года, я иногда могу сжечь свой мусор или старую траву, которую собираю, или сорняки, которые собираю. И я все это сжигаю в бочке. Когда сжигаешь, например, кусты, то эти кусты буквально вспыхивают. Только бросишь спичку, они «пух» вот так вот делают, и искры летят на метр, на два. И у нас здесь бывают пожары в Колорадо, и настолько бывает сухой воздух, что деревья буквально вспыхивают, как только до них доходит огонь. И буквально сотни ярдов, да, даже четверть мили огонь распространяется с такой скоростью. Да, некоторые люди не понимают такого, потому что живут в более влажном климате. Так вот, пустынный климат, там, в общем-то, увидеть горящий куст, в этом не было ничего необычного. Но он тут же сгорал бы. Если горит куст, это, в общем-то, неудивительное зрелище, но куст, который горит и не сгорает, вот это было нечто необычное. Вот здесь об этом и говорится. И Моисей увидел подобную картину и сказал, что пойдет и посмотрит на сей великое явление, отчего куст не сгорает. Вот еще, что мы можем узнать о Господе. Если Господь хочет привлечь внимание Моисея, почему бы он просто не сказал «Моисей», как он сделал позже. Но сначала он показал ему этот куст, горящий куст. И куст этот не сгорал. И Моисей решил пойти посмотреть, почему этот куст не сгорает. Так Господь приходит и к нам. Редко Господь просто берет, хватает вас, встряхивает и как-то привлекает внимание ваше. Но Господь открывает себя таким скрытым способом. Мы видим нечто подобное, когда Господь шел по воде мимо учеников. В 14 главе Матфея. Они были в море, казалось, что они утонут. И казалось, что Иисус проходил мимо. В Марка 6 главе та же история рассказывается, и говорится, что он собирался пройти мимо. Хотя на самом деле он шел, чтобы спасти их. Но он не побежал, махая руками, говорит, ребята, держитесь. Нет, он как бы проходил мимо, и им нужно было воззвать к нему. Если они просто наблюдали бы и ничего не сказали, не позвали бы его, то Библия говорит, что он бы просто прошел мимо. То же самое говорится и в Луке 24 главе. Когда он шел с этими двумя учениками по дороге в Эмаус, он прошел бы мимо, но они умоляли его идти с ними. Вот что я узнал о Боге. Бог не навязывает себя. Он не приходит и не вышибает ногой дверь, он стучит. Он как-то привлекает ваше внимание. И вам нужно искать его до такой степени, чтобы открыть ему и пригласить его. Господь не взывал к Моисею. Он как бы сделал такое явление, которое привлекло внимание того. Если бы Моисей сказал, я опаздываю на обед, Сифора уже подогрела еду, нужно поторопиться, у меня нет времени на все эти явления. Моисей упустил бы эту встречу с Богом. И я думаю, что мы с вами зачастую тоже можем пропустить встречу с Господом, потому что слишком заняты и не ищем Его. Здесь я вижу, что Моисей искал Бога. Многие думают, что Моисей был в пустыне, и он сказал, Господь, оставь меня в покое. И как в том фильме «Десять заповедей», там тоже вроде такое впечатление. Но в Евреям 11.27 говорится, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд. Моисей искал Бога. Бог приставил себя ему, постучал в дверь, но Моисей открыл дверь. Он последовал за Богом. И тогда уже была эта встреча с Господом. Как я сказал, мое время сегодня заканчивается. Я продолжу говорить на эту тему завтра. Но крайне важно, чтобы вы понимали, как Бог открывает себя. Отвечайте и следуйте за Божьим водительством. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» – книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. В книге «Обуздание эмоций» Эндрю Вомак учит нас истинно Божьего слова о том, что такое эмоции и как их контролировать. Эндрю делится своим опытом, в том числе и полученным во время войны во Вьетнаме. Вы узнаете, откуда берутся эмоциональные проблемы, какие у них библейские решения. Истины Божьего слова, рассказанные в этой книге, помогут вам изменить свои эмоции и поступки и вывести вашу жизнь на другой качественный уровень. Закажите книгу. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtc-russia.ru cbtc-russia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104 Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Часто подходят и говорят, Бог, я вот прихожу в церковное служение, благослови Господь это церковное служение, Бог будет с нами. Я был в сотнях церквей, когда меня перед служением отводят в специальный кабинет, все стоят и молятся за меня и просят, чтобы Бог помазал меня и чтобы Бог проговорил через меня и все такое. Обычно я ничего не говорю в этом случае, но сам при этом я думаю, если вы не думаете, что я помазал, если вы не думаете, что Бог через меня говорит, зачем вообще вы меня пригласили? Вот пять минут до служения, вы просите Бога помазать меня сейчас? Кто-то скажет, ну, мы не в этом смысле, так, а я вот в этом смысле. Если вы делаете то, что Бог вам сказал, тогда вам не нужно просить Божьего благословения и помазания, оно уже там есть. Бог был бы несправедлив, призвав меня, бывшего интроверта, не способного говорить пред людьми, был бы несправедлив призвать меня ездить в церковь, в какое-то здание и служить там без помазания. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истинную Евангелие с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова